Мы продолжаем музыкальный эфир и как раз к вопросу о том, как продавать музыку. У нас мегаэксперт в студии, человек, который под свое крыло забрал не одну уральскую группу, гуру менеджмента уральского рока, свердловского рока, Олег Генненфельд. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Лена. Ну, наверное, в первую очередь все-таки директор смысловых галлюцинаций. Да. Чечериной и Коли Рутова одновременно. Ну, все-таки в первую очередь смысловых галлюцинаций. Смысловые галлюцинации. Сколько лет вместе с группой? Вот, видимо, 20 лет в этом году. Сама она? Нет, группе 25. Я с группой 20 лет. С 94-го года. Ну, вот как менеджмент, вы, наверное, все-таки по большей экономической части отвечаете. Вот самый кризисный год можете вспомнить у группы? Не в плане творческого материала и тупика, а вот для вас какой был самый кризисный? Самый кризисный в финансовом. И в финансовом, когда мы, возможно, стучались во все двери, никто не открывал. Ну, я думаю, что все прекрасно помнят и понимают, что, ну, хотя в Екатеринбурге это не так очевидно, а для всей страны остальной, очевидно, что группа смысловой галлюцинации появилась в 2000 году. В 99-м, 2000-м году для страны после фильма «Брат 2», после открытия нашего радио федерального, до этого, разумеется, в стране группу никто не знал. В Екатеринбурге группу знали, там, с самого начала, но, тем не менее, на какой-то финансовой стороне это мало отражалось. В начале, середине 90-х, это был вообще большой кризис рок-музыки после подъема перестроечного. Это была вот такая вот большая яма, когда рок-групп не было ни на телевидении, ни на радио, ни на концертных площадках. Ну, по большому счету, вот. Прямо был сильный кризис у всех. И у монстров тогдашних рок-музыки, там, и у Бутусова был кризис в свое время. Вот, поэтому весь тот период 90-х годов, года до 99-го, если говорить о группе, то он был таким очень тяжелым в финансовом смысле. И если учитывать, что мы, кроме музыки, ничем, по большому счету, не занимались, ну, то есть у нас были, все наши действия каким-то образом были связаны с музыкой и с развитием группы. То есть там в 97-м, 98-м, не помню, по-моему, был клуб J-2-2, который мы создали, который помог нам, нам и многим другим какое-то время держаться на плаву. Вот. Ну, вот, собственно, до этого времени было довольно тяжело. Вот группу «Смысловые галлюцинации», когда в перечислении совсем там после Свердловского рок-клуба называют, говорят о том, что они последние, кто успел на уходящий там поезд рока в стране. Вот это действительно так? Все, они были последними, а за ними уже ничего и не стояло? Ну, они были последними, кто вступил в Свердловский рок-клуб, как в организацию, которая там в 90-м году еще существовала, а в 91-м уже нет. То есть, по большому счету, группе удалось прикоснуться к легенде, о легенде прикоснуться к группе, и на этом все закончилось. Вот, то есть... Но вообще существует этот поезд, как все говорят? Все, поезд уехал, нет больше рока в стране. Да я не знаю, я, честно говоря, мне кажется, что, наверное, нет. Рок, не рок, ну, у каждого свои формулировки, кто как себе представляет, что такое рок-музыка, тот так и считает. То есть, для кого-то рок-музыка – это там хард-рок, волосатые бородатые дядьки. Настоящее, Кумаренович. Да, и так далее. Для кого-то, значит, то, что звучит на нашем радио, а кто-то отрицает и то, и другое, и говорит, что... Посмотрите на Запад, там самое настоящее, что есть. А правда, что вы с Бубой пишете пополам все песни? У вас даже есть такая, как бы, игра, знаете, в детстве в Буриме играли. По строчке писали. Не все песни. Ну, да, у нас очень много совместных песен. А что касается Буриме, это вот касается, наверное, песни «Розовые очки». Она была написана, ну, так, примерно по строчке и по телефону. Мы-то просто хотели вам предложить поиграть в Буриме прямо сейчас, пока мы будем смотреть клип смысловых галлюцинаций. Вот у меня есть прям строчка, как можно загибать. Читайте. Вот прямо вам листочек. Вслух можно читать. Что с того, что я бываю грубым? К чему вы это? Ответов нет. Следующую строчку должны придумать вы. А мы пока посмотрим клип смысловых галлюцинаций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть ты и я, любовь дает толчок. Невидимые крылья вырастают. Всегда есть то, что не стареет и не тает, Пока вселенной крутится волчок. Гармония вершины впадина, Касание небес, Блеск глаз и звездное свечение. И еще одно такое же мгновенье. И вечность станет с нами рядом. 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 Я знаю то, что не стареет и не тает. И есть глаза, которые не врут. Гармония вершины впадина, Касание небес, Блеск глаз и звездное свечение. И еще одно такое же мгновенье. И вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. Субтитры подогнал «Симон» 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 посмотрите наш клип и мы посмотрели кстати вот были в севастополе писем таких приходит много но здесь вот почему-то мы решили взять и посмотреть смотрели и прям порадовали девочки нас мы списали с ними и пригласили к себе прям удивлена я потому что до этого не слышала эту группу я предлагаю зрителям все что же окунуться в группа ABC и вернуться в студию